Старенький, старенький. Здесь красиво. Ой, закат. Вот, веревка. По веревке спитайся. Давай, давай, Ира, давай, давай. Молодец, спустилась. Живот растет, а кончик сохнет. Эх, на себя, на себя. На себя, Ира. Вот себя. Ну, кто переброшел, тот всю гущу и съел, да? У меня там властик. Парус, сахондроз, склероз. Мне вообще врачи рекомендуют постельный режим. Три рыженьких? Чукленек. Рыжаки привязаны тросами, потому что здесь такой контингент, как я. Могут все утащить. Потому что арбуза, чего она есть. Ты как? Прикольно. Тишина. Называется Соснова. Потому что здесь сосна. Сосна – это воздух. Приехали на самолете в Сочи. Сейчас вот на вокзале ждем поезд до Туапсе. Нашему счастью нет предела. Мы приехали в Туапсе. Привокзальная площадь. Таксист обещает отвезти вас куда угодно. Даже в Геленджик. А мы сейчас подумаем или поехать на автобусе или на маршрутке. Сейчас пока идем покушаем в столовую. Нашли в столовую рядом с вокзалом. Как тебя повесил ниппель на шею. Двигаем на автовокзал. Мы своим ходом. Мы как простые туристы. Мы приехали в санаторий. Прошли поехать пройти свой путь. Своим ходом, так сказать. Поехать на автобусе. Ну, потому что такси стоит 1000 рублей. Да. Не надо. Мы доедем на маршрутку. Прошли дойти до автобусной станции. Здесь где-то минут 6 идти близко. И там автобус ходит каждый час. И стоит там рублей 100, да? 87 рублей. 87 рублей стоит. Вы лучше эти деньги потратим на какие-то развлечения. Вот, Ира. На квас. Да. Дошли до вокзала. Автобус у нашего стоит. Сейчас выезжаем на этом пазике. Взяла мороженку. Бутылочих водичек. Старые советские времена. Я уже думаю, может быть надо бы на бандоксе ехать. Вуаля! Сосновый. Счастья нет предела у Иры. Идем. На остановочке идем назад. Немножечко. Прикольно, что нету перехода. Нам пришлось это перебегать. Мы уже на верном пути. Фу, друзья. Мы доехали до нашего отеля пятизвездочного. Называется Соснова. Сейчас самая интрига что? Какой нам достанется номер? Это самая главная интрига вообще всего этого. Каким-нибудь я вам историю расскажу. Может быть дальше видео. Я здесь один раз был. Давно-давно. Самый мой первый эксперимент. Когда я поехал в санаторий. Я здесь был максимум 3 часа. Потом я уехал из отельчик Беларусь. Два дня. Беларусь. Два дня. И потом я уже обратно домой приехал. Ну и давай. Долго болтаюсь. Как здесь первый блин мой был. Он уже кафе Сосновый. Сейчас блин второй. О! Кафе. Ира заметила. Кафе Сосновой. Жизнь налаживается. А что? Главный воздух. Солнце. Море. Зашли на территорию. Бдительный охранник проверил все документы. Идем на ресепшн. Сейчас будем чекиниться. Приотельный холл. При санаторный. Идем. Оформлять документы. Есть банкомат. Можно денежку снять. Вот еще входная группа. Диванчик мягкий. Можно поиграть в настольные игры. Имеются скульптуры от ресепшн. Ху! Сдаётся чемодан на третий этаж. О! Библиотека. Сразу вижу. На этаже встречает такая входная группа еще. Коридорчик. Библиотека. Наблюдение. Сейчас будет у нас интрига. Номер. Картины висят. Красота. Давай. Друзья, я стал прикалываться. Говорю, у вас карочка открывается? Да? Ничего себе. Говорю, это отель. У нас двухкомнатный номер. А я сказал, что мой блогер известный. Именно сегодня, именно в санатории. В этом. Вау! 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 Давай объясню, почему мы удивляемся. Потому что мы раньше были в разных санаториях. Мы такое видели. Да, видели мы. Особенно в жиле нового. Это мы сравнивали с какими турецкими отелями. Конечно, да. А тут, смотрите, балкон. А балкон еще есть. И на море. Да ладно. Вон стулья всякие. Надо будет узнать имя, как зовут администратора. Отдельной благодарности сделать. Какой море? Вон море. Море, да. Есть, кстати, да море. Вон далеко. Хотя бы так. Ничего себе. Главное воздух. Соседи, может, хорошие будут. Здравствуйте. Доброе утро. Добрый вечер. Ой, добрый вечер. Вот столик можно выпить. Кофе, да? Трустики сушить. Ну вот гости зайдут, не дай бог. о диванчике есть теперь опять же живопись тепло одеяло если похолодает резко каждый раз к санатории кого-то думаешь и тебе могут дать одеть по местным меркам улица по местным меркам хороший номерок дали рабочие рабочих ну к бар ездить бар а вот бар нет а вот бар на лишь холодки саратов родина уходнички есть хорошо работал по повелах холодком телевидение кондиционер пультик подарены меню и ресторан вам потом почитаю тазик санаторий это очень хорошая вещь потому что три недели жить остираться негде вот тазик для этого есть маленький минус бумага одна ненадежно и непрактично обычно в отеле три бумаги это я шучу что ира уже все вещи разбирает бардак навела я сам покажу изюминку этого номера один балкончик о ведь не есть работает и балкончик 2 вот балкончик видите а где выход на него вот балкон езды наш много наша комнатка конечно можно ходить через форточку но это неудобно можно было здесь сделать проходик и все да и на тот балкончик вообще балкон был шикарный бы а так получается а так балкон получается вот здесь это вот балкончик тоже наш я думаю буду по утрам говорить здравствуйте доброе утро добрый вечер выдали комплект чистого постельного белья ира его на развешивает к отеле 5 звезд есть кондиционер поэтому если посмотрите надо мой ролик у нибудь из управляющих этого отеля надо на такую это выпили дверку прям вообще будет кайф такой балкон будет огромную так он черт а второй бесполезно море получается аж там это получается такая территория огромная в общем мы будем изведаем покажем расскажем через интересную есть надеюсь здесь есть где бегать и спортзал без которого я не могу он птички поют цикады чирикают пальмы тишина называется сосна потому что здесь сосна сосна это воздух привет друг привет друг если ты меня укусишь и тебе шею сломаю понял говорит ты кушаешься привет как зовут я сразу я ударюсь не захочешь кушать привет это у нас енот полоском полоском ты как здесь кормить нельзя говорят а ты хочешь жрать а иначе вы обнаглеете да какой-то зверек хватит в телефоне сидеть давай танцуй а мы сейчас идем на спорт бегать пойду ир будет уже 6 30 аир еще спит непорядок главное нежно жену разбудить вставай солнышко уже встало ты спишь на прогулочку сейчас побегу на пляж аира пойдет на площадку заниматься йогой меня горки снимали памятая потому что арбуза арбуза арбузова ирина все побежал что до пляжа добежать надо пройти 2 квпп есть указатели на пляж еще один вход и бежим вниз по этой аллее вид сверху на наш пляж вам поближе все покажу есть туалетик им же имеется лежаки но естественно без матрасиков без мягких там еще внизу тоже лежаки есть в теньке есть будка спасательная это уже за территорией там квартира апартаменты гостиницы вроде говорили есть на тоже к нам они относятся наш пляж только нашего санатория вот еще лежаки теньки под навесиком лежаки привязаны тросами потому что есть к такой контингент как я могут все утащить есть водопойчик можно пить воду есть душевая раздевалка душевая душевая раздевалка в общем в этом плане здесь удобно можно брать сап на прокат лодка спасательная есть инвалидов кресла еще раз обзорчик нашего пляжа там лежаки вниз их спускать нельзя для этого не привязаны тросами но здесь такой вот ну потом вам сейчас gopro покажу поснимаю в принципе но как везде камушки на эти листочки и называется прозрачная водичка прозрачная так он там у нас слева не бук куда мы ездим и мы показывали он там ольгинка близко доехать там пять минут на такси ну что идем поплаваем вода очень чистые прозрачные особенно утром и и а и 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 я пчелу спас она плавала в воде не могла оттуда вылететь ее принес это пчела не понятно да ух ты меня укусишь хотя укус пчел полезен если конечно это пчела полетела полетела бегу обратно глянуть чатамиры занимается у нас есть неплохая по меркам санаторий спортивная площадка днем и по вечерам играют взрослые дети футбол тренажеры разнообразная волейбольная площадка но почему-то я тут ни разу никого не видел хорошая идея всегда вот об этом думаю когда приезжай к нибудь там санаторий например да вот сделать общий чат этого санаторий например да вот и кто может желающий там общаться проживающие разным стали в чат на ки-друзья там кто и желающих идите на площадку поигрываем до футбол в любого баскетбол разобрались вот поэтому а так все другу не знают поэтому хорошая идея сделать там в отца печать вот написали телефончик what's up кто и желание просоединился и приписываемся собираемся на разные игры настольные игры вот тут даже не не с кем поиграть у нас хоть знакомиться как-то так раз вот сейчас сделали так что хорошие идеи жалко что никто такую фишку не делает я люблю турник он и ира где было и лень по утрам бегать туда на пляж вниз вверх она уходит на спортивную площадку чуть не показал друзьям как ты растягиваешься главных еще раз запишу и приклеить на ролик покажи что ты умеешь где что подтянулся это мой любимый тренажер детства детстве я занимался греблей давай ира считаю раз ну давай раз ир она же не может висеть давай насчет раз потягивайся ну тянись чуть не сломалась этот тренажер очень не упал ребята лежат три рыженьких чук и гек и бумажка а мы зайдем помыться в душ потом на процедуры ой помыться в душ потом столовую и на процедуру я покажу какие здесь лечение кроме как воздушных ванн солнца и моря у каждого есть санаторная карточка есть кабинет механотерапии есть кабинет головной боли все процедуры по расписанию иду на грязи 1005 очень полезный грязь для лечения особенно для моей спины мета мостик парус хондроз склероз не вообще врачи рекомендуют постельный режим а здесь фитотерапия кислорода и лечение врачи музыка пахнет пихтой благогонии тишина тарелаксирующая комната очень мне полезна для моих нервов идем в кабинет магнитотерапии иду на массажное кресло кресло на мастера идем на обедню посмотрим чем кормит а потом пойдем на пляж утром и горюк плавала я еще не было путь через такой проход нашу половым сегодня у нас такие развлечения будут даже танцевальный вечер народ пошел в столовую можно поиграть в маленький теннис настольный уголок с экскурсиями ира машет рукой уже изыски девиз столов и главное не объестся спасибо здравствуйте вот нам поднесли пирожечка пошла салат греческий и здесь саляночка сборная сами собирали компотики и водичка пусинка шоколадка это напиток пушек салфетки насчет четыре штучки да еще у нас придут два коллеги когда суп наливает главное других не обделить как можно на скрыть прилить чтобы гущу оставить другим и не обидеть коллег наших ну кто переброшел тот всю гущу и съел да мы сыры держим путь на пляж серенкуры два три четыре много муравейников покажем вам немножко территории ммм какой запах теперь как называются эти цветочки Ира не знает Ира сможет в интернете по картинкам как? олеандр я прочитала что они ядовида я так вынюхнул у нас есть даже коттеджи для новинок генералов в средней полосе привыкли только к яблокам, вишням а здесь вот инжирики целое дерево инжир очень вкусный на себя на себя на себя, Ира вот себя они открываются у нас на территории высокий забор с колючей проволокой не чтобы кто-нибудь залез а чтобы никто не убежал отсюда еще один рубеж до пляжа чтобы ни одна мышь не проскочила на наш пляж какой-то странный день сегодня никого нету ну хотя после обеда а народ здесь припенсионный любит наверное полежать в номере подремать вот никого нет после обеда кто-то выложил из камушков такого прикольного крокодильчика сейчас мы воду проверим у меня с собой очки беруши вставил я пловец известный, люблю плавать у меня с собой есть моя гоупро ой, Соня покажем, что здесь есть камни, песочек травка травка взрывает поплыла или пошла как она там пароход идет как я и говорил после обеда народ проснулся решил пойти на пляж народу прибавилось лежаки всегда в наличии нет такого, чтобы были все заняты всегда местечко есть а мы с Ирой идем на ужин а потом едем в Ольгинку снимать смотреть ночную жизнь да, Ольгинка это смотрите наш ролик или предыдущий будет или следующий живот растет а кончик сохнет принесли ужин а это что у нас? яхо даром друзья, всем приятного аппетита сегодня показываем ужин как вы знаете, девиз главное не переесть как вы знаете все вреды все беды от переедания но здесь это не грозит ну вот это у нас как она называется не знаю в общем, ладно это у нас запеканочка хотя на ужин я запеканку не ем пшеничка, по-моему ладно сливки дают походу у нас кофе будет и каждый вечер йогурт мы домой забираем его ну, в номер потом я на ночь кушаю ну-ка шиповник шиповник? угадала шиповник садист пятерка еще есть морская капуста но ее дают обычно одну на всех вот да, это чай у нас и булочка с творогом это самса а, друзья, это самса оказывается это не творог самса ам? угу дед рождения у нас загадывай желание что действительно кто-то народ у нашего соседа у малыша Амира сегодня день рождения мы ему тут маленькие подарочки подалили давай желание загадывает ураааа наша столовая народу много как и на вокзале футбольная площадка вечером играем в футбол вечерний фитнес и вечерком собираемся играем в волейбол народу много собирается со спортом здесь все отлично волейбол футбол баскетбол в бентон можно поиграть мы идем показать вам закат и дикий пляж помаши ручкой здесь мы видели енота как мы уже вам показывали проход на дикий пляж по ступенечкам и вниз кто писал там в отзыве что нету пляжа вообще есть только одни булыжники камни наверное тот писал кто вообще ни разу здесь не был точнее не был на пляже на том где лежаки вот где ну нормально приличный пляж для этого санатория вот поэтому мы когда ехали думали реально что нету лежаков нету пляжа так что он есть много ступенек все 333 ступеньки чтобы дойти вниз спуститься слева такой овраг огромный камни булыжники здесь немножечко опасно надо быть аккуратными лучше идти в кроссовках да Ир? написано опасно оденьте кроссовки давай веревка по веревке спускайся давай 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 ой молодец спустилась немножко упаются подальше здесь красиво посмотрите старость ой закат ну и харес тоже на яндекс комментарии писали что здесь нету пляжа нету лежаков мы тоже думали расстроились думаю как так наверное кто-то писал был только на этом пляже все 18 дней о том пляже даже не знал ну да я видел такую фотографию типа вот такой пляж здесь ну да здесь есть такой пляж но есть хороший пляж это дикий пляж а там нормальный пляж который вы видели так что кто-то написал несправедливо но здесь тоже своя атмосфера красота энергетика здесь красивый закат пока можно походить релакс своеобразный звуки гайки можете покушать шум ой 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 ваш крошу воздух полезен здесь насыщен ооо наши друзья сидят рыбу ловят вон они с нами вместе в столовой ходят а мы снимаем ооо Ира аккуратнее на рыбу гляд нет тут нереально тут нереально здесь камни сейчас поймаем щуку нашли енотиков они живут около коттеджей и вечером сюда после ужина выходят покормиться на помойку или их кормят да привет друг а это для кошек у него есть енотик ты положи его на пол смотри как у нас а если угла интерес чуть улет не надо на друга своего игорь еще для животных они это дикие собаки ежики похож на ежиков а где маленькие экстрим игорь он может напасть ну зачем какой красивый какой красивый еж ежик вот какой малыш привет друг ну клади его все хватит это мы с есть библиотека берем книжки уже две книжки прочитали даже есть кабинет массажиста у нас ну и также есть на каждом этаже доска гладильная где можно погладить свои плавки в санатории есть детская анимация после завтрака с детьми занимаются аниматоры и даже есть у нас магазинчик большая ухоженная территория там у нас спортзал площадка игровая я показывал уже волейбол баскетбол тренажеры уличные здесь по вечерам постоянно ежики гуляют ежиков я тоже вам показывал такая инсталляция из дерева дзинь бородка много тропинок где можно гулять особенно вечером красиво и поют цикады очень громко есть такие заросли бамбука когда идешь в сторону коттеджей сейчас я вам коттеджи покажу вот один коттедж но это небольшой но я считаю что он у нас лучший главном корпусе хотя здесь вид на море много котиков живет мы их кормим кормить нельзя но кормить енотов нельзя а кошечка можно как не кормить милых созданий да кисик балдеешь есть беседки около коттеджа где можно посидеть в теньке около бамбуковой заросли будда китайский плохо у коттеджа нету балкончиков у нас балкончики есть поэтому я считаю что главный корпус лучше чем вот в этом коттедже без балкона сидеть здесь проход на дикий пляж туда вниз я показывал вам а главный пляж тоже я вам показывал потому что некоторые писали в отзыве что здесь нету пляжа как же нет пляжа если он есть у нас есть такие которые 3 недели здесь отдыхают и вообще никуда не выходят за забор а некоторые даже не ходят на пляж потому что не знают потом пишут плохие отзывы что пляжа нет поэтому здесь пляж есть имейте ввиду есть такие инсталляции как лодка морячком можно посидеть с видом на море очень много качелек и можно посидеть покататься на качельках тоже качельки есть смотровая площадка и здесь три вот там площадка смотровая здесь на которой я нахожусь и он там еще подальше вот а внизу этот дикий необорудованный пляж про который говорили типа здесь нет пляжа мы тоже испугались оказываетесь пляж есть повторяюсь видите какая вода чистая прозрачная а мы не угадаешь бывает сегодня волны вода такая мутная бывает рам так а чисто чистая вода также медуза бывает они есть бывает их нет сосны воздух хотя же есть отдельное такое под крыши под навесиком местечко где можно посидеть на скамейке и белье посушить есть еще три коттеджи 2 5 6 к ним идет дорожка через лес через парк покажу как это уже только мечечко атмосферное работа только мостик через пересовшую речушку очень часто можно встретить енотов ежиков на это ближе к вечеру они все выходят вылазят днем они все отдыхают спят потому что очень жарко на улице по мне оказалось что июль августом и такой сезон очень много народу и очень жарко последние недели мы прям хотим уже обратно в строю ехать прям очень жарко даже кондиционер не снизится не справляется спать невозможно но почему-то люди прям эти июнь июль ой и июль август и больше хотят стремятся на курорты черноморского края я бы не поехал конечно в сентябре октябре когда уже в москве прохладника здесь кайф но июль август жара невозможно проходим такие атмосферные местечки и свежо мостик такой старенький старенький еще три коттеджи два маленьких один большой около этой мусорки здесь всегда приходят еноты что вы имейте ввиду кормить енотов нельзя ну как же ну как же удержаться чтобы не покормить все кормят еще один мостик ведущий к нашему главному корпусу главный корпус зал тренажерный коттеджи сейчас пойду покажу спортивный клуб так сказать это наш лечебно-физкультурный комплекс лфк где можно посидеть на скамейке на кольчейках в тени деревьев скажу честно здесь ни разу не был потому что в такую погоду заниматься в помещении не очень хотелось бы тем более есть на улице классные тренажеры да и бассейн есть море расписание лфк она даже за три недели сюда даже не пришла ни разу приличный хороший спортзал даже жалею почему я туда не пришел за три недели ни разу прохладника есть все тренажеры я вам там не стал снимать показал быстренько одну комнату вот есть тренажеры как хороший фитнес-центре хороший спортзал стоит сюда прийти поэтому кто не ходит надо сходить позаниматься поэтому здесь грубо еще раз прохладненько на улице жарко очень плюс 40 уже а там хорошо свежо музыка играет как еще раз повторяюсь в хорошем фитнес-клубе есть еще дополнительные детские игровые площадочки вот анимация еще занимается детьми уже на другой налог на локации инсталляция орел сидит на камнишке золотые львы две фигурки статуэтки дерево на вечером подсвечивается красиво вот еще указатели чтобы не потеряться клуб столовая главный корпус постоянная уборка территории поддерживает в тихоте молодцы вот наш главный корпус где-то здесь мы ночуем есть переход в столовую клуб находится зимой актуально когда холодно около главного корпуса есть еще один отдельный коттедж стоящий здесь получается как-то вообще уютненько есть свой такой дворик маленький это люкс оказывает ну да прикольно свое такое местечко можно выйти посидеть на качельках не зря называется сосновый потому что весь санаторий попает в соснах здесь воздух очень хороший поэтому кого проблемы с дыханием до самой классной санаторий где столько деревне все к этому прибавить воздух солнце полезное море где можно плавать каждый день это всех полезней наверное плавание вообще очень полезно особенно в морской воде еще такие инсталляции есть посмотрел и игра престолов ставьте лайк это дайнерис и ангариус есть беседочка где можно посидеть почитать книжку вечером красиво подсвечивается тройка лошадей инсталляция смотрел до конца наверно не будет переключаться отель беларусь где звездочные туда можно раньше можно было туда ходить вроде как был такой я помню там был давно давно было 15 лет назад когда первый раз вообще приехал сюда такая печальная была история первый мой был опыт блин не буду рассказывать можно тоже сходить но там теперь мы туда пришли один раз вот там только опускают 6 вечера на день спа на человека стоит 1200 рублей вот сегодня мы то пойдем поснимаем вам расскажем стоит зайти раньше здесь можно было пройти насквозь через лес это так ходил 5 минут и там вот в отеле беларусь это надо не путать беларусь белая руси ночью и суть эти близко но там проблему что надо спускаться вниз вверх поэтому лучше доехать или на машине если машина если надо на такси ну или пешочек на всего любить как мы передвигаться пешком в горочку вот идти где-то минут на 15 вот мы сюда пойдем посмотрим что это вообще идти там хотя как говорят туда ходят люди на дискотеку не знаю как это актуально но мы очень пойдем туда на спа вечер там есть сауна бассейн какой-то с морской в это с водой так что сходим в беларусь покажем вам что там вообще делать но я думаю это вообще кому скучно туда идти поэтому я бы туда не видеться не пошел бы поэтому я лучше бы здесь бы отдыхал вот поэтому здесь много чем можно заниматься в нашем основном с моторой мы везде своим ходом мы продолжаем наше путешествие хочется кушать везде беру окроху два лежака зонтик 900 готовится к вечеру тоже одно съем ну естественно на каждом курорте рыбки горошка я писать обещала рассказать как живешь по тебе